всем доброго утра и хорошего дня и водичку я тепленько уже попила и у меня на завтрак я не знаю как это назвать омлет типа запеканка да в общем составе творог яйцо белок яичный немного соды молоко и а манка манка из твердых сортов пшеницы вместо муки вот это на сухой сковородке очень все обжаривается и кофе с молочком показываю мой обед там чуть-чуть сухим чесночком посыпала борщ без картошки вместо картошки кабачок как всегда и ложка сметаны ем опять кастрюлями прям кастрюлями такая маленькая кастрюлька всем приятного аппетита кто со мной кушает и кстати я наверное забыла сегодня сказать что сегодня у меня суббота день когда каждая женщина хочет и хочет и делает до хочет убирает хочет стирает хочет кушать готовит у меня уже почти 10 часов с собаками собаками кстати только пришла поздний ну так и ужин поздновато и гуляла поздно сегодня потому что был семинар сегодня опять очень большая компания девочек у нас мальчик был посетили сеанс смело всем вам большой привет я надеюсь вы не будете смотреть вот поздравляю вас ну и желаю конечно же успехов в нашем нелегком деле похудения да очень рада конечно что польза есть я тик тока на что людей тут надо чтобы как можно больше людей знала эту тему вот и от леночки очень много пришло людей теперь хочу вам показать свой ужин так как бы это так сделать вот здесь у меня семга вчера я не смогла поесть мне было никогда и огурчик огурчик без соли просто просто порезали сейчас я камеру переключу вот такая тарелочка здесь кусочек вроде бы кажется большой но там в основном косточки вот и было здесь полтора огурчика я нарезала резала два ну половинку одному одного огурца порезала собакам они меня тоже любят овощи пп собаки в общем от всей души желаю всем кто хочет похудеть похудеть неважно там были на семинаре можете сами значит здорово не можете сами конечно же надо обращаться за помощью я счастлива что существует такой человек да и так реально может помочь за полтора года нет не полтора года 15 месяцев похудения да и шесть месяцев удержания веса уже седьмой пошел у меня не было ни одного срыва слава богу и дай бог чтобы так было это вообще самое главное большая моя мечта всем хорошего вечера либо хорошего дня у кого у кого сейчас что да когда вы смотрите видео всего хорошего всем добра утра и хорошего дня ракурс интересный у меня да сейчас будем настраивать немножко вот так я хотела сегодня с вами приготовить завтрак этот завтрак у меня бывает по выходным обычно если я им кашу сейчас вот так вот пью горячую водичку то есть такая не горячая не совсем горячая теплая вообще будут делать запеканку знаете это запеканка подобное у меня делала мама в детстве но немножко естественно мне сейчас переделана желательно сюда конечно домашний творог потому что с магазином получится немножко не так потому что домашний плавится творог а магазин вообще не парится берем где-то примерно до 2 столовых ложки давайте 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 3 дорожка сразу добавляем к нему соду знаете же да как сыр делается из творога перемешивается творог с содой и просто на сковородку на медленный огонь и она начинает плавится то есть идет прям пенка и творог плавится в сыр потом добавляете любые специи и плавленый сырок у вас прям готов вот теперь немножко соли сюда я хочу сделать сладкий на завтрак сладкую запеканочку амблиет я не знаю даже назвать так сахарозаменитель мест и я достаточно так не знаю будет зеркалить не будет если надо будет вы мне напишите я вам ссылку дам на вайберес он сто процентов натуральный на вайберес я заказываю что-то времени 300 рублей на этой баночке очень очень надолго хватает так солисты положили теперь сюда разбиваем яичко и чтобы немножко уменьшить колораж чтобы типа два яйца но я люблю белка вместо яйца белок у нас такой супермаркетах продается в ленте в метрах такой вот можно отдельно белки купить можно желтки но нам желтки обычно как-то не нужны это немножко перемешиваем и теперь вместо муки я положу манка крупа манная в общем из твердых сортов пшеницы а если есть твердых сортов да то гликемический индекс у нас значит низкий значит сахар в кровь всплеска не будет и это значит будет полезно где-то наверно две либо три столовых ложки сейчас посмотрю по густоте на можно еще ложечку в общем тут и творог и яйца такой завтрак да еще и каша типа перемешиваем и осталось сюда немножко налить молочка молоко мы тоже у фермеров заказываем и в баночках у нас приезжают и теперь на сковородку я пару буквально пшиков у меня такие вот бутылочки я тоже на вайбере заказывала распылите туда масло наливаете пару пшиков на сковородку масла разогреваем сковородку чуть-чуть масла и вот это все на медленном огне мы будем готовить я покажу вам что у меня получилось потому что это будет но довольно долго заодно поставлю кофе варить смотрите в общем он довольно довольно она он блин омлет запеканка вот такая вот пышнота получается перевернуть всегда очень сложно особенно с непутевой сковородой антипригарной но уже не работает нифига в общем еще немножко я буду вот так вот именно по четвертинки переворачивать чтобы было ли пышно и довольно пышный блинчик чуть-чуть уже перед передержала почти что ну и вуаля мой завтрак готов не знаю я очень-очень люблю это здесь у меня кружечка кофе вес порции получился мне 280 грамм калорий не высчитывала ну и смысла высчитывать допустим для зрителей нет почему потому что творог разной процентной жирности может быть да так же зависит от этого белок вы положите ли только два яйца ну то есть у меня белок был до вместо одного яйца ну в общем тут надо смотреть на калорийность именно какие продукты вы будете добавлять всем приятного аппетита кто завтракает обеда или ужинает вместе со мной я кстати вам хотела в разрезе показать так как бы это сделать ну вот видите вот он довольно пышненький это кусочек отломала пышненький это та сторона которая у меня слегка передержалась у меня время шестой час тут кастрюлька кастрюлька борща кстати на супах очень даже можно неплохо худеть потому что здесь одни овощи да кроме там маленького кусочка мяса и здесь у меня отруби ну естественно это не то что у меня порция да это немножко немножко буду подсыпать и кушать сейчас сейчас сегодня практически целый день потрачен знаете на несколько часов часа три наверно на ответы на комментарии в инстаграм тикток и youtube канал да и яндекс цен тоже были вот хочу большое сказать спасибо вам за ваши истории я наверное попробую эти истории себе куда-то посохранять надеюсь никто не будет против да если не буду называя имен возможно какое-то видео отдельно прям записывать ваши истории да и это как на эти крик души когда человек понимает что уже надежды нет а здесь у него надежда появилась в глазах да что может быть и мне поможет тот же метод смелова кто сам не может справиться очень очень не они трогают потому что я сама из этого болота вылезла совсем недавно сегодня прям наревелась наревелась потому что неожиданно ну наверное не была совсем готова к такому потоку вот и я благодарна вам за то что вы их пишете потому что и мне это дает дает понять что нельзя возвращаться к прежнему да и дает мне также понять что я запутнула просто в последний вагон не заработав болячек вот поэтому спасибо вам большое ну и всем приятного аппетита мой ужин 200 грамм пекинской капусты и 200 грамм это вместе с лучком скумбрия тушеная сметана в горчичном соусе просто горчицу со сметаной с водой взбила соль туда приправу на сковородку выложила скумбрию очищенную и залила этим соусом немножечко потушила вот и здесь вот как раз таки сам соус бульончик немножко в кружечке чтобы в тарелку суповой не ложить буду прямо запивать всем приятного аппетита последний прием пищи у меня здесь десертик из какао мы его с вами сделаем вместе в следующем видео ждите девочки мальчики ждите очень очень простой очень вкусный можно на ужин но орехи я там не показываю я отсняла уже это видео это я сейчас посыпала еще арахисом сверху вечером арахис тоже можно даже худеющим большое всем спасибо за просмотр мои дорогие всем пока пока всем пока пока